Война И Христою Рудевой Андрей увидел Божью Матерь над царскими вратами, которая молилась и покрывала всех своим аммофором. Монастырь Как вы знаете, в основном сюда монастырь строили на возвышенности, чтобы он был виден со всех сторон света. А здесь наоборот, как бы монастырь находится во враге, как бы аккумулирует ту божественную энергию в себе. Все сточные воды весной и во время дождя, то есть они стекают в ручей. И особой грязи в монастыре никогда не бывает. То есть можно ходить целую неделю в ботинках, и их не надо мыть и чистить. А стоит выйти за стены монастыря, сразу пару шагов прошел, и уже ботинки все грязные. КОНЕЦ 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 Успенский храм, потому что один из старых храмов, и Успенская площадь. Но на втором месте, конечно, стоит и Михайловская площадь, которая находится перед Михайловским собором. Потому что Михайловский собор у нас самым вместительный. Радости, Господи, из-за чата, и радости, с вами, Бог, и Бог, и Бог, и Бог, и Бог, и Бог, и Бог. В 16 век был такой думный дьяк Миссюр Мунехин, который служил в Пскове. Теперь бы это сказали полномочный представитель правительства или президента. Это был полномочный представитель от Ивана Грозного. Вот он, оценив выгодное пограничное положение Печоры, решил, доложил царю о том, что вот в этом месте, а место неукрепленное было, надо поставить крепость. Здесь же всего полтора километра до нынешней Эстонии, до которой до границы можно за 10 минут дойти. А тогда это ливонский католический воинствующий орден. И, конечно же, здесь проходила граница не только территориальная, еще и конфессиональная. По ту сторону католичество, по нашей сторону православие, естественно. И вот эти вот набеги, они постоянно были со стороны ливонцев. Когда еще не был, как вот монастырь, еще как скит был, убивали просто монахов, чтобы их здесь не было, православных монахов убивали. Иван Грозный сдает указ о строительстве крепости. Семь лет строилась. Построено 810 метров крепостной стены. 10-12 метров высота в зависимости от рельефа. 2 метра толщина стен и 9 боевых башен. Замечательная крепость по тем временам, надежный форпост Руси Великой. Печорская крепость – единственная в мире крепость, построенная в овраге. Больше примеров таких крепостей нигде вы не увидите. Но при этом древние зодчины сумели поставить такую крепость, которая оказалась практически неприступной на таком сложном рельефе. Потому что умно поставлены башни, расположенные бойницы, не остается непростреливаемых пространств. Военные многие, смотря на устройство монастыря, говорят, в стратегическом плане монастырь вообще, его расстрелять можно со всех сторон. То бишь, если поставить там пушки, они будут тыл здесь пробивать. Там пушки, а не тыл здесь будут пробивать. И наоборот. То есть в монастыре его можно свободно взять и разбить, но все-таки, видите, Божья Матерь не давала. Братья монастыря преподают закон Божий, литургику и жития святых. Но основные, конечно, занятия идут по воскресеньям. Как правило, свободный день у детей от занятий в школе основной, общепрозовательной. Ну, особо, конечно, был расцвет при Корнеле. Он стал игуменом в обители, когда ему было 28 лет. То есть молодой стал. То есть после него и до него таким молодым никто не становился. И был игуменом в 41 год. То есть и такого количества времени никто еще не был. И при нем как раз были построены стены, вот эти вокруг монастыря. Игумен Корнилий написал первую летопись, первый монастырский устав, обратил в православную веру местную народность сету. Они ведь были крещены не из язычников, они ведь были лютеране. Нападавшие сюда вот ливонцы получали, что они грабили этих сету несчастных. Нападали наши, опять грабили этих опять же несчастных сету, они получились между двух огней. И вот святой Корнилий крестил сету, поскольку те пришли к нему и попросили защиты, как у монастыря. И святой Корнилий сказал им, позвольте, я вас буду защищать, как единоверцев только. И те приняли мудрое решение и стали православными христианами и очень ревностными православными христианами. Как вы знаете, в этот день был разбит отряд Наполеона в городе Полоцке. И угроза порабощения, разрушения Пскова, Санкт-Петербурга была снята. И это совершилось благодаря чудесной помощи и заступлению Царицы Небесной, перед которой молились псковичи как раз в сегодняшний день. И слава Богу! И по настоящее время Божья Матерь не оставляет всех нас и каждого из нас в отдельности. Будьте здоровы и Богом охранимы! Праздник! Корнилий, игуменоши обители, он был оклеветан перед данным Грозным веком. Он построил стены вокруг монастыря и хочет этот монастырь как крепость отдать неприятелю. Но Иоанна Грозного это подъяснил, потому что он узнал о переписке Корнилия с Курбским. А Андрей Курбский в то время уже был на литовской стороне, считался предателем. Связь действительно была, была доказана переписка. Но ведь Иван Грозный переписывался же с Андреем Курбским. Вообще Курбского можно, наверное, единственного человека назвать другом, Ивана Грозного, если так брать. Они были ровесники, два года разница в возрасте. Они росли с малого, они были соратники. И Ивана Грозного-то много предавали, но предательство Курбского, конечно, он не мог никак пережить. И когда он писал Курбскому письма, он спрашивал только одно, что почему ты так завершил. Ну, тот объяснил, что проиграв там одно из сражений, зная, что вернусь, и ты меня казнишь так же, как любого военачальника, не посмотришь на то, что мы с тобой выросли вместе. И вот за связь с Андреем Курбским Иван Грозный казнил Корнилия. Иван Грозный, увидев, какой мощной крепостью огородил монастырь игумен Корнилия, и со словами «ты хотел отгородиться от всей Руси Великой», вынул кинжал и от всем Корнилию голову, как летописец пишет. Но тут же, раскаившись, царь Иван Грозный поднял обезглавленное тело Корнилия, и вот дорожка, которая называется теперь «Кровавый путь», понес это тело Корнилия в Успенский храм. Затем тело Корнилия было похоронено в пещеры, а через 120 лет монахи, просматривая захоронение, обнаружили, что мощи остались совершенно нетленные. Корнилий был причислен к лику святых, он один из святых нашего монастыря. Есть такое понятие «литургика», то есть прежде чем прославить человека в лике святых, ему пишут службу. И в его службе написано, что от руки царя земного пришел к царю небесным. Вот здесь у нас библиотека, читальный зал. Пока такой архив небольшой в библиотеке, но все равно дети приходят, что-то берут, что-то читают. По крайней мере, я думаю, что не читают. Читают, читают. Псковская энциклопедия даже, вот видите, есть такая поговорка. Жил монах в них, имел много книг, спал и ел на них, но не знал, что у них. Нет, но берут очень много книг. Также есть и диски, которые они смотрят. Больше стремятся посмотреть, не в чем не читать. Что ты выбрал, Отрак? История второго возрождения. А, это вот фильм был, Нарния, да, вот этот такой? А это мультфильм, да? Или это рассказ? Рассказ. Сюда, в период подготовки к Северной войне, вообще же и Ливонская война, она тоже шла за Иваном Грозным, замышлялась как за выход к Балтике, но не вышла, не сложилась. И царь Петр, естественно, тоже преследовал эту цель, что отодвинуть границы России к Балтике и выйти к Балтийскому морю. И вот в 21-м году у него это получилось, вышел. Но прежде чем начать войну, он понимал, что один из первых-то ударов на себя примет именно наша крепость. И он сюда приходит, в Печоры, лично. Он же был, Петр, по одним данным, три раза, по одним данным, четыре раза в монастыре. Первый раз, когда он в Голландию ехал учиться. Он здесь остановился, и в летописи даже указано, что ему выдали там мешок сухарей, что-то еще. Потом он был здесь для того, чтобы отдать приказ, чтобы вокруг монастыря был ворот ров, насыпан вал, и сделали пять бастионов. И царь Петр сам участвует в искапывании этого рва. И вот эти четыре насыпных бастиона, которые сделаны, вот, как сказать, по углам нашего монастыря, это сделаны вот в период подготовки Петром к Великой Северной войне. Там бастион, вот здесь, перед Исборской башней бастион, сейчас скажу, вот здесь бастион, это третий, потом четвертый у входа, святые врата, и, скорее всего, тут еще, кажется, бастион есть. Пять бастионов. Несколько случаев описывается, и таких трагических, поскольку царь Петр-то был характером крут, и, в общем-то, пощады не было никому. Трудились все и монахи, и солдаты, и сам он, и офицеры, все работали. Есть такой тоже интересный случай записанный. К царю Петру подошли монахи и сказали, что, государь, мы в первую очередь монастырь, и монастырский устав должен соблюдаться, и пришло время для молитвы. Мы благослови, мы пойдем молиться. Но что царь Петр сказал? Нет, мои дорогие, молиться за вас буду я, работать будете вы. Все перекрестились, поклонились и пошли работать с государем его, споришь. Царь Петр, в общем-то, оказался прав, поскольку три года в Великой Северной войне наш монастырь выдерживал мощнейшую атаку шведов. И, конечно, это были очень страшные, тяжелые времена как для защитников крепости, так и, в общем-то, тяжелые тоже времена и для шведов. Крепость-то взята не была. И вот за заслуги, в противостоянии со шведами сюда царь Петр явился лично, даровал герб, который был воодружен над нашими нынешними святыми вратами. Когда-то же это была проездная башенка совсем небольшая. И колокол жаловал. Вот, кстати, на этом заканчивается боевая история крепости, и, когда подписывается нештатский мир, границы России отходят далеко на запад, и необходимость вот в оборонительных сооружениях отпадает. И поэтому упраздняется гарнизон, и монахи ведут уже свою повседневную, спокойную жизнь в послушании, в молитве. Кухня благословительная. Еще не готова. Внутренний телефон. Вот здесь вот дрова сушена. Бывает такое, что дрова привозят, но сырые. Либо на улице лежали, либо еще, либо недавно только сваленные. Вот. Вот приходишь, завтрак обычно начинаешь готовить, а дрова с сырью не горят. То есть печка не греется, вода не закипает, и отсюда это такое НЗ. Раз-раз-раз. Вот меню. Видели, да, Миню? Вот меню. Годами это все, годами. Одно и то же меню. То есть одни и те же каши, то есть их можно как-то переставить в зависимости от праздников и так далее. Потому что в какой-то день можно рыбу, в какой-то нельзя. У нас же так, мясо вообще не идеально. Мы сейчас будем разделывать свежую рыбу. Нам дадут помощников и спаломников. А так, постоянный штат. Вот две смены. В смене четыре человека. Может, вам фарточки гадить? Нет? Фарточка, а эту доску можно такую взять? Кому? Ну, щечку нет, нету. Вот, наверное, вот. Ага, вот здесь. Ходил, учился, у одного спрашивал, как делать то-то. Он говорит, так и так и так. У другого переспросить, он уже немножко по-другому. И потом все равно нарабатываешь что-то свое, уже другого учишь, и смотришь, что он немножко не так делает. Но понимаешь, что все равно свой, что-то каждый добавит свое. И пища иногда бывает вкусная, а иногда бывает не вкусная. Ну, что-то не идет, и все. У чипцов такое бывает, пение не идет, и все. Ну, нет голоса сегодня, а вчера было все хорошо. Так же и здесь. Ну, ничего нет, постоянно. Постоянно ничего нет. Постоянно только один Бог. Он постоянен, вот, всегда в любви, в добре, а у нас ничего не постоянно нет. После революционных годов Божья Мать не оставила нас, и монастырь Печорская земля вошла в Эстонскую республику. В 20-м году подписывается мирный Тартусский договор. И, конечно, этот договор для России был очень невыгодным. Но история все распределила правильно, расставила, поскольку по этому договору и Сборск, и Печоры отошли к буржуазной Эстонии. Когда эстонская власть пришла в Печоры, то дабы не восстановить против себя хотя бы местное население, эстонское правительство не стало упразднять и закрывать монастырь, ставить припоны. Наоборот, на базе монастыря было организовано Русское культурное просветительское общество. Вот эти 20 лет особых таких гонений на церковь в Советском Союзе, они для монастыря прошли как бы более беспроблемно, можно так, без проблем, потому что эстонское правительство к монастырю относилось как бы спокойно, но давление было, в общем-то, в любом случае сильнейшее, шла сильнейшая лютеранизация. Несладко пришлось и нашему монастырю, хотя вот наместником был поставлен довольно-таки молодой человек, отец Иоанн Булин, человек очень грамотный, очень умный, личность была уникальная, и ему пришлось выдержать мощнейшие вообще атаки на монастырь. Было предписание руководителей Эстонской республики, чтобы в храмах стояли скамьи по лютеранскому типу. Служба должна вестись на латинском языке. Хитрый Иоанн Булин извернулся и вышел из этой сложной ситуации, чтобы не ссориться с Эстонией. Следующим образом, он ввел службу на нескольких языках, на греческом, на церковнославянском, на латинском в том числе, 6 или 9 языков было. Ведь отцу Иоанну Булину надо было еще и найти людей, которые могли бы вести службу на стольких языках, которые бы знали их. А люди это были, это в основном белогвардейцы, образованные люди. Сохранились даже несколько писем, как заявление, прошу принять меня в монастырь из Китая, из Франции, чтобы вернуться. Вот таким образом хотя бы пожить на территории России. Не могли люди существовать, русские, вне России. Иоанн Булин, в общем-то, сделал очень много для монастыря. А я, это мое личное мнение, что вот в очень сложные моменты, исторические, здесь были поставлены наместниками люди, как говорится, промыслом Божьим. Ну, старчики наши здесь вот, похоронены такие, укажут свой жизненный путь такой. Вот, Архимандрит Агапий был репрессированный, был на строительстве БАМа. Архимандрит Рани был келарем нашей обители, 31 год. Вот. Схигумен Сава был духовником паломников, был добровольцем на Первой мировой войне. Схигумен Анисифер был кузнецом, тоже был репрессированный. А Схигумен Анисифер был келеником у пяти наместников. Вот тут каждому, о каждом так можно рассказывать, но у них у всех, у них у всех была интересная жизнь. Вот. Просто об отце Иоанне, хочу сказать, как просто смерть, потому что мне всегда важно, как бы, не важно, как жил, а как умер. Вот отец Иоанн, как раз вот он, я еще был тогда келеником, отца наместника. После ранней литургии его это воскресенье было, после ранней литургии его причастили, и он просто заснул. А потом, на поздней литургии уже поминали о покаянии. На ранней оздравии, а на поздней уже покаянии. Ну, в чем заключается благодать наших пещер, что нету запаха длини. То есть тело гниет, разлагается, но при этом никакого запаха не издает. Каждый по-своему хочет это доказать. Ну, я думаю, что больше самому себе объяснить вот это такое явление, можно сказать, что почему нету. Химики по-своему, физики говорят, что у вас песчаник такой, биологи, что бактерии такие, но все-таки, как говорится, благодать остается благодатью. Господь даровал этим пещерам такое, можно сказать, чудо. Я думаю, оно присутствует здесь. Так, а сегодня давайте мы с вами сразу же нарисуем дерево или сад кусочек сада. Вот сейчас осенью, потом нарисуем вот сюда нарисуем зимой, весной и летом. Да? Десять минут нам хватит? Думаю, что да. а потом уговорим. Это, естественно, идет отбор каких-то основных цветов, ну, пять, шесть, семь, восемь, ну, до десяти цветов. Ну, чем меньше средств, тем лучше произведение. Правильно, правильно. А если там натыкано и желтенькое, и зелененькое, и красненькое, и коричневенькое, и голубенькое, это базар. Понимаете? Ты немножечко преувеличишь, потому что в иконе всегда, как правило, существует и желтый цвет, и синий, и красный, Да, но есть какая-то определенная гамма. Гамма, правильная гамма. Обязательно создается гамма, но цвета эти присутствуют. Они обязательно же присутствуют, потому что они присутствуют в мироздании. Когда в миру жил, то там как-то все проще было. Там как-то Господь, он одновременно меньше испытывает и меньше дает. Здесь в монастыре и Господь близко, и темный мир близко, и идет постоянно вот такая вот брань за душу человеческую, поэтому здесь мы сложнее. Но здесь, конечно, и лучше, потому что чувствуешь опеку, любовь. Сын говорит, руку протянул и сразу у Бога. А мы его ищем, ищем мир. Никак не можем найти. До свидания. Приезжайте, прощайся к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok